О, здорово, ну как ты, все там доделал? Да, все сделал, уже на стриме, если что. Да? Да, ну что там у тебя за вопросы рассказывать? Вопросы, ну как бы даже не то, что вопросы, я думаю, начнем с того, что играем мы, ты уже не знаю, играешь прям там в другую, не в другую, но все-таки любим мы Quake, Quake, который третий, игре 24 года, 99-го она, блин, я пипиську драчу меньше, чем ей лет, вот. Давай начнем с того, что вообще, как вот все началось у тебя, как ты, ну, кто был именно тот, кто тебе эту игру показал, или, может, ты ее сам увидел, как это было, давно? Да, были в 2008 году, были как бы турниры по контре и по Quake. То есть была команда по контре, мы там тренировались, там, знаешь, хотели прям натренироваться сильно, привезли 4 компа на хату и 5 комп, мамка не разрешила тиммейту привезти. Офигеть, вот это облом. Да, и, короче, команда после этого распалась, и я такой, а, нафиг, ну, басов, буду один играть. И думал, во что поиграть, а потом могу, опа, Quake. И начал в 2008, в 2009 как раз уже, и начал тренироваться. Да, ну, слушай, там, в принципе, выбирать особо было не из чего, в том плане, то, что шутеры в то время были прям культовые, которые до сих пор, да, но при этом их было совсем немного. Что там было? Quake, Contra, да? Ну, в Half-Life там что-то херовенько играли. Ну, да. Да, 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 то есть, там, 2-3, может, шутера, я уже и не припомню, что там было. Вот, ну, да, Quake 3. И как ты, уже были прям, ну, онлайн был, потому что я, когда начинал, был клуб раздроченный нахер вообще. То есть, коврики для мышек были сантиметров по 10, знаешь, как офисные вот эти. И все ставили охренять какую там, ну, акселерацию, потому что, ну, тебе руку некуда, натурально просто физически некуда вести. Вот, в раздроченных компах интернета тупо не было поначалу. Вот, и все, да, все по сетке играли. Еще первая арена там, фиг знает, мне там лет 13, наверное, было. Что за первая арена? Ну, Quake 3 Arena он назывался. Это потом уже пошли лайфы, там, еще что-то. Вот, эти апдейты. Но тоже этого, понимаешь, из-за того, что не было интернета, там, кто-то на диске привезет там, куда-то с командировки, там, я не знаю, с этого, с Питера или с Москвы. На компы закинет, и все, и сетка, больше ничего не было. Вот такая фигня. А у тебя уже тогда, когда ты начинал, был, да, интернет уже? Ну, конечно же, да. А, ну, уже все, да? Ну, я просто помню, Quake Life, вот именно сам лайф, он был изначально браузерный, да, по-моему? Да, вот он мне больше всего нравился. Да, он такой четенький был, да. И как ты, ну, вот, там, первый лан, допустим, вот, ну, помнишь первые ланы? Ну, вот, смотри, то есть я играл полгода, и потом, ну, то есть я играл в основном только одну карту ZTN. Одну карту ZTN, 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 и как бы, ну, знал, но... Все вначале, да, скилл разнимали на ZTN. Да, и я, короче, поехал на турнир на ASUS в 2009 году. Блокерина. Да, вроде в 2009. И не вышел из группы. У меня, как сейчас помню, в группе были ZILICH, Killmasters и Cypher. Ну, первых двух я, честно говоря, вообще первый раз слышу. Ну, Killmaster что-то знакомое, но это вообще, да, староверы прям. Ну, походу, да. Походу, да. И, короче, я кого-то одного выиграл, остальное всем проиграл. Ну, то есть, естественно, выигрывал ZTN, а там Best of 3. А, ну и все там. Да, и потом думаю, ага, надо карты учить новые. А в чем прикол, что да, в Quake Life сразу куча карт появилась. Вот в старом Quake, в третьем, там, прикинь, вот, DM13, да, ну, ты ж любишь ее, да? Ага. Там, вот, прикинь, мига лежит, и тут же сразу под ней желтый. Вот сразу, вот в этом вот, ну, как, где мига, сразу желтый, прикинь, да? Офигеть. То есть, там по-другому все было. Там вот этот, допустим, полик не простреливался. На аэродырок не было. Вот где один на гранатах, один на ракетах перестреливаются с рельсы, да? Там вот этих дырочек не было. Там просто такая стеночка за гранатами. То есть, там не постреливался. И дырок не было в Рэде. Тоже не было. Там засесть можно было на этой, блядь, платформочке и сидеть до посинения. Такая фигня, да. А у нас, помню, вот были, у нас были всякие ланы. У нас, понятно, что онлайнов не было. У нас, прикинь, были эти пивные чемпы. Как понять, пивные чемпы? Пивные чемпы. Вот ты дальше прошел две бутылки пива. Еще дальше три бутылки. Финал там, по-моему, четыре. А пацанам, прикинь, всем по 15-16 лет. И там уже в финале такой синий гал. То есть, у нас Украина... А ты с Украины? Ну, так-то в то время была Украина. Я в Крыму живу. А, понял. Я в Крыму, да. Ну, то есть, от меня не зависит то, что там сейчас творится. Ну, я понял, понял. Мы можем в Бангладеш завтра превратиться, а я что могу поделать? Такая фигня. Я здесь родился, родина моя. Ну, как бы это ни звучало пафосно. Вот. И тогда были пивные чемпы, а тогда как бы, ну, за то, как там, ну, молодежь бухает, вообще никто не следил. То есть, ты пришел спокойно там, хоть в три часа ночи, ну, магазины открыты, купил там пойло и все. Если там, ну, то есть, вообще, мог ребенок 10-летний прийти, там, мне маме надо, мне папе надо. Купил пузырь и побежал. Вообще на морозе. Хорош. Такая херня у нас была. И вот пивные чемпы. То есть, там призового фонда, я не помню, по-моему, как такового не было. Там, короче, просто уже к финалу, вот, там сколько квакеров, 20-25 собирается, все синие. Вот. Потому что все малолетки, а что такое пиво, ну, по малолетке там хорошо вставляет. И уже финал там такой на бровях. Даже такая хрень проходила. Ну, а ты сам турнир много играл, нет? Ну, у себя, как бы, ну, поначалу не сильно много. Я начал в Quake играть, когда уже в него мало кто играл. И потом забил, мне потом чувак такой, да есть, говорит, вон, в интернете Quake Live. У нас просто как, ну, маленький город в то время, очень мало информации, то есть, ну, опять-таки, интернета нет, очень мало информации. И, ну, вот хорошо, ты там играешь в Quake, ну, и в него там человек пять играет. Ну, то есть, такая фигня. Кто-то там приезжает, мало чемпов было. Были чемпы либо по доте, либо по третьему воркрафту. Еще, по-моему, тогда дота не было. Вот. Ну, по контре крутые были чемпы, да. Вот такая фигня. Я, в основном, ну, нажирался, приходил на чемп, там, что-то два на два у нас было. Мой там этот напарник. Ебать, слон, ну, нахера. А слон там синий вообще, в умат. Хорош. Да, и в Киев мы ездили один раз с радистом. Есть такой игрок, тоже радист, вот он меня научил играть. Он вообще офигенно играл, но он тоже, как бы, там, никуда не проходил, но классно играл. Ну, вот, и мы с ним поехали в этот, на чемп, в Киев тогда еще при Украине. А там что, на поезд сел ночью, ты там. А в каком году, не помнишь? Мы еще были тогда при Украине, ну, лет 15 назад, честно, не помню. И, короче, мы, я так нажрался в поезде, вообще, так нахерачился. Я, короче, все комбо поймал. Там подсели какие-то дембеля, потом с этими проводницами нажрался, и под конец, под закат, короче, украинцы в Запорожье сели, а у них самогон и сало. И это пизда, я приезжаю, короче, рыгаю, меня прет, брателла хаха с меня, там, кого ты привез, там, ну, он хитро, он там в часа три спать лег, хоть поспал пару часов, а я всю ночь там с этими мужиками взрослыми бухал до утра. Нормальный чемпионат. Да, ну и, да, и там, короче, ну и все, там он этот, дуэльный, я туда приехал, там, риперы, шмиперы вот эти, ну, помнишь, да, украинские, да, старые игроки? Да, да, да. Вот, они ж-то, как бы, ланы, там, все подготовлено, а я там вообще хожу, блюю каждые, там, 10 минут, блин, с бодуна, короче, и все там слил. И один раз к нам приезжал этот, брателла с этим, с пепка на турнир, 2 на 2 был турнир, мы вот первое место взяли с радистом, где-то даже есть видео. Я тебя скину потом в этот, в ВК, у меня где-то они там лежат, вот. Мы, короче, так играли, что ни одной карты, ну, вообще никто не взял за весь турнир у нас. Мы там прям так сыгрались хорошенечко, вот, лан был. Вот, ну и, в принципе, все, вот. И, как бы, парочку, может, там, этих фейсетов еще давно заходил, но там меня по-быстрому окучивали и досвидос. Такая фигня. Ну, что в клубе, видишь, своя специфика. Твой комп занят, все, садись на другой, а это другое, другая посадка, другой монитор, другая мышка. Вот эти, вроде, маленькие миллиметрики, но они дают результат. Вот, и все, и, как бы, ты уже, ну, свою игру не показываешь. Такая фигня. Вот, ладно, что мы обо мне, да обо мне. Давай, короче, дальше по списку. Да. Вот, в общем, и играл ты всякие онлайн-турниры, вот, быстро, ну, вот, каким образом так получилось, то, что, вот, ну, твой скилл именно вышел на такой, на тот уровень, что ты вот с топами мировыми, да, призерами уже мог наравне играть. То есть, как так получилось? Вот тайминг твой, вот этот вот вся стиль. Вот расскажи. Ну, вот смотри, первый раз я поехал на чемпионат, как я тебе уже говорил, на Asus. И там не вышел из группы. Я понял, что надо больше играть и карты изучать другие. И, то есть, я играл где-то, там же каждые три месяца турнир был Asus. Ну, там, отборочный, еще что-то. По кварталу. Да, 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 да. И, как бы, я вот эти вот три месяца очень много играл. Но не прям три месяца, где-то месяц я очень много играл. Там же в браузере игры были. И там у меня статистика, там даже где-то скриншоты, может, на сайтах до сих пор валяются, кто-то скриншоты делал. У меня, как бы, за день было 119, либо 124 дуэли максимальное мое. Ни хрена себе. Это сколько ты там часов в день играл? Ну, круто. Ну, да, вот так. И, то есть, я на следующий раз уже поехал, я там занял топ-4. Это тебе сколько лет вообще было? Да я не помню. В 2009 тоже. Ну, ты постарше меня. Вот мне 35, тебе побольше, да, немного, там, на пару лет? Да, да, 34 мне. А, да, ёб твою мать, пиздец. Я думал, ты постарше немного, ну, понятно. Я думал, тебе лет 38. А ты такой здоровый, такая лосяра, я смотрю там фотки, и такой огромный, а палкой хуй задушишь, блядь. Понятно. Короче, и вот так вот тренировался потом, а, ну, ещё там был такой игрок, Миксис, Мэйджик Миксис, MXZ там, и как бы я с ним очень много играл, а, он играл только две карты, ЗТН и Т4, я с ним очень много играл, как бы ЗТН, 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 потом начал чуть-чуть в Т4 играть, а потом через него, как бы, я увидел то, что он там играет с каким-то Антон С, Антон С, и типа это кулер. А, ничего себе. Да, и потом, как-то он устал с ним оттренироваться, и говорит, иди, агент, сыграй. И ЗТН поставили прям сразу, ну, карту. А ты её уже там хорошо знаешь, да? Да, я прям сразу в минусах просто растрепал его. Антоши Никуда. Да, кулер, он такой, кто ты, блядь? Я думаю, что за тип вообще. Потом, хренак, он Никсия меняет, там у него маус-кулер ещё было. А, а. И он на следующую карту сейчас говорит. Меняет, короче, Никсия, маус-кулер, у меня руки т-т-т-т затряслись. А, ты что, блядь? Да, и я, короче, следующие там три карты вообще без шансов проигрывал. Ну, сейчас-то уже не тряской руки. Ну, да, да. Уже по опытности. В начале, вот, да, там первые полгода тряслось. Да. Ну, да. Ну, вот я тоже помню, я немножко подготовился, так, посмотрел интервьюшки старые, там, ну, честно говоря, информации фактической в голове немного отложилось. Но там где-то был разговор, что один из таких людей, который тебе скиллуху поднял, это Антоха. Ну, я просто с ним много играл очень. Много, да, играл? Да. Ну да, тоже я замечал, что где-то в интернет-сообществе в то время Антоху некоторые не любили за его высказывания, пафосное поведение. А, блядь, какая разница, игрок-то выдающийся. Ну, реально, да, вот, ну, Quake прям он, ну, как сказать, такой скилл высокий набить, это, ну, надо по-настоящему. И ему игру любить, то есть, ну, только так, такие скиллы набиваются. Ну, да, через пот, пот, через пот и через любовь, да, потому что какого-то сильного закрыть, прям, ну, кайфуешь от этого. Есть такая фигня. Вот, так, дальше, 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 я смотрю, у меня же тут записано все. Давай. Вот, ну, и, вот, в общем, короче, ты играл с кулером, с кулером, вот. Вот, и как вот выработался, ты сам именно сознательно, так, надо тайминги, да, вот, или просто оно со временем потихоньку само пришло, вот, как к этому вообще пришло, как думаешь, не помнишь? Ну, как бы, вначале я там считал красный, более-менее пытался считать, вначале даже вообще ничего не считал, а потом, когда ты играешь уже ближе, там, типа, готовишься к какому-то турниру, ты понимаешь, что ты, если не будешь это считать, либо забирать армор там, то тебя просто будут душить этими арморами и т.д. и т.п. Ну, методика почета уже была, да, то есть она как бы была озвучена, что вот надо, ну, это запоминать, да, или как, или ты сам догадался, сам для себя? А нет, просто надо делать так, чтобы сразу некоторые арморы не брать, просто если ты прям, например, сразу забираешь в мигу там и армор, у тебя сначала там красный, потом мига появится, и если ты так же будешь просто бежать по желтым, то есть следующий круг у тебя тоже самое будет, как ты пробежал, и чтобы вот это все сбивать, надо как-то, типа, отгонять от армора, понял? Приманивать, да, приманивать за собой. Нет, наоборот, отгонять его от армора, то есть сейчас, например, красный появится, а ты знаешь, ты, например, на контроле, да, и ты знаешь, что там 90% людей, ну, не пойдет на красный, потому что зачем рисковать, ты же на контроле, понял? Ну да, особенно если идешь. Да, и то есть ты, чтобы отжать его армор, то есть ты идешь на него, то есть забиваешь хер на красный и идешь просто на типа. Ну так, и забираешь его желтый, и потом заходишь там в телепорт или там, например, на затылку. Даже если он успел убежать, все, на диете, на плотный вообще там пиздец. Да, 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 и потом красный забираешь, и так можно отжимать армора, вот так. А прям посекундно, например, считает там, но никто не считает, Сайфер, например, посекундно только мигу считает, дальше по чуйке приходит. Ну да, я тоже где-то слышал, да, он тоже там что-то в каком-то интервью тоже где-то говорил, что я типа могу чего угодно посчитать, но по сути не считаю, по интуиции прихожу. Да, да, да. Да, такая фигня. Расскажи про свой фов, как так получилось? Это в то время модно было, или просто ты вот с ним начал, или ты менял его, был ли в начале другой фов? Как вот ты к этому пришел? Я не помню, какой ты конфиг скачал, и было там 120, и вот. А, и все полетели, похуй, да, играем. Да. Пробовал другие, да, фовы поменьше? Потом уже, когда был скилловым уже игроком. Да, конечно, пробовал, но уже все, не утром. Уже все, да, 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 уже все, да, 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 уже все, да, 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 уже не то. У тебя как бы, ну там, ты приводишь. Распрыжка как чмо, да? Распрыжек, там, знаешь, ракеты иногда, там, похамить за счет фовы. Не получается, да. Да, да, а тут ты просто слепой, как будто. Да, ну, кстати, да, я заметил, с фовом, с большим, походу, с ракетой удобнее стрелять, она быстро как-то летит, то есть ты прям гвозди заколачиваешь, блядь, нормально. Я тоже пробовал фов как-то менять, но у меня такой поменьше чуть. Ну, у меня средний обычный, не знаю, как сказать. Вот. Такая фигня. Так, ну чемпы, да, вначале же были фейситы, да, потом пошла 125 лига, да? Вот. И в ней... Да, это, как я понял, там один человек, да, какой-то с Москвы, да, сделал, походу, эту тему. Да, либо с Москвы, либо с Питера, 125 фпс, Нико был такой. Нико, да. Да-да-да, что-то помню. Но он сам пробашливал, да, все, сам вел эту тему, да? Да-да-да. Красавчик, красавчик. Вот, блядь, тоже я понять не могу, да, такую игру сделали. Ну, хрен с ним, в нее мало народу играет. Потому что слишком сложная. Ну, она же, как бы, дала старт вообще, ну, фпс-шутером. Ну, понятно, что вначале Doom был второй, но вообще я имею в виду, что... Из-за нее, ну, это гениальная игра просто. И, блядь, эти разработчики толком так ничего, да, не устраивали, пиздец. Ага. Ну, в Dota там призовые миллионы баксов, а здесь там пятерочка, там, пять тысяч, десять тысяч. Да-да-да. Такое дело. Вот, ну, Ника Красавчик, что, тоже любил. Обидно. Что разработчики не давали денег на это. Обидно, да. Ну, а тоже, видишь, ну, мало людей реально играло. Игра слишком сложная. Вот ты можно играть, там, блядь, месяцами, да, а потом какое-то, ну, реально, там, мирового уровня зайдет, просто тебя разъебет в минуса, блядь. И ты такой, что я там играл, что не играл. Ну, то есть... Ну, да. Уровень скилла слишком, ну, как геометрическая прогрессия, да-да-да. Один одного в минуса делает, тот другого в минуса. Да, и ты вот смотришь, тебя кто-то там по-жёсткому ебет, а его точно так же ещё кто-то ебет. И ты думаешь, ладно, я до этого добраться не могу, а с тем что делать? Вообще пиздец. Такая фигня. Вот, но так, допустим, вот, когда уже было 125 фпс, ты вот именно дома, да, играл, то есть там ни в клубе, нигде, вот, то есть на своём месте, да? Да-да-да. Где стандартные настройки постоянно, да? Ага. Кресло, да, вот эта вся фигня, да? Нет, скорее всего, но обычное было. А, ну, потом уже, да, со временем? Да-да-да, монитор там. Ну, с ним круче, да, вот, ну, с креслом, да, потому что тело привыкает вообще хорошо, да, потом рука не напрягается. Как кому удобно. Ну, да, кто-то может на табуретке хуячит, такое дело. Итак, теперь такая тема. В то время появился такой парниша, который в Квейке известен, он ворвался, я думаю, поздно, ну, как бы, под закат уже Квейка, но ворвался так ярко, что это просто все люди там, блядь, лица позаваливали и звали этого человека Сергей Орехов, он же Эвил. Конечно же, помнишь, да, ты такого месье? Ну, да, ну, как я понял, он играл вообще с самого начала. Да-да, давно, даже вот есть в этом, в Ютубе мувик про Эвила, который именно с Квейка 3 арены, вот про который я тебе рассказывал, и там фотки вставлены, там, где он вообще малой, там лет 13 ему такой с улыбочкой, там еще шмотки того времени такие моднявые, там у него эти штаны широкие, такое именно с кубком стоит. Но именно зажегся он как следует, мне кажется, вот после того, этого чемпионата, да, когда он поехал, куда он там ездил, на Квейкон, да? Когда всех разъебал, и Рафу в финале вообще там обоссал. Нет, он появился, Эвил, когда начались вот турниры, 125 фпс, вот тогда... Не-не-не, я имею в виду, именно вот уже стал тем Эвилом, который вообще ужас наводил прямо на противников, потому что... Не, когда он вот на 125 фпс, тогда он и начал... Уже, да, уже серьезным, да, все уже понимали, да, что... Ну, это где-то 2012, наверное, год, или дальше, что-то такое. Так, потому что... Сейчас я даже, по-моему, открыл... А, нет, ну это не то. Где-то в 2013 году был, даже не 13, по-моему, 14 или 15, был вот тот финал, ну как, не финал, вот тот вот Квейкон, на котором он вначале в полуфинале... А, вначале он уебал Килсона в четвертьфинале, причем ЗТН он слил вообще там 20 чем-то на 1 или на 2, и там такие даже комментаторы, хи-хи-ха-ха, типа, шо это за Вася, нахуй он тут нужен? Вот, он уебал Килсона, потом уебал Сайфера, вот, и в финале Рафу там 3-1 раскатал, он только на хектике, но он, походу, вообще не умел тогда. Вот, там Рафа его на хектике уничтожил, а все остальные 3-1 просто, три карты вообще без шансов. Я, как понял, после этого, что он сразу начал эти 125 фпс дальше катать, и он вообще там пиздец всех разъебывал. Да, у нас 125 вообще без шансов всех из Сайфера. Вообще, бедный Сайфер, я помню, как он там, ну, как это, блядь, нервничал, как он ругался, блядь, что типа Невил просто выходит и ебашит его. Слушай, ну вот я тоже, как бы, да, понятно, Леха, я, как понял, такой паренек, ну как, не нервный, а как это сказать, ну, чувственный, эмпатийный, но, блин, ты, как бы, он, ну, ты многократный чемпион мира, ну, как бы, имей спортивный этот, ну, не нервничай, хуля. Ну да, люди, а люди-то разные. Ну да, люди разные. Не, я-то не в обиду ему, блядь, я сам думаю, ну, мне тоже, наверное, было невдомек. Я там, блядь, мир один за одним беру, а тут приходит какой-то Эвил и просто, блядь, выходит и, сука, шафта зажигает, поджигает просто, блядь, что ты, как ты там против него не играй. Я думаю, тоже бы, конечно, нервничал. Такая херня. Ты, получается, играл со всеми, да, вот, ну, мировыми, ну, ну, как, известными именами, правильно? Да. Вот. Как тебе кажется, вот, кто на своем, вот, топе, ну, вот, на топе своего скилла, вот, ну, в самый хороший день, кто, вот, на твой взгляд, в Квейке был, вот, самый сильный? Ну, или, там, может, двух-трех, ну, вообще лучше, конечно, одного кого-то. Да, наверное, Эвил, потому что он, ну, не предсказуем, потому что, да, он может там... И стрейв, да, там страшный был. Да, 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 так никто не стрейфил. Вот в чем и прикол, вот, почему это очень сложно против таких играть. Я вот, когда, допустим, да, вот сильно, ну, как, когда хорошо, прям, хочу пострелять, ну, метко, мне приходится, я сознательно свой стрейв улегчаю, ну, облегчаю, чтобы у меня... Ну, то бишь, как тебе объяснить, ну, чтобы мышкой удобнее было, ну, допустим, шафтить, да? Если я буду сильно влево-вправо сжать, ну, и назад-вперед, да, там, допустим, я буду чуть херой из шафта стрелять. Ну, сам замечал такую тему? Да нет. Не, ну, блядь, я не знаю, я неправильно просто говорю, как тебе объяснить. Ну, в некоторых ситуациях, вот, лично мне приходится, как бы, как, ну, подставляться под выстрелы, чтобы больше дэмэджа нанести. А этот прям с любой позиции, ну, вообще с любой позиции у него, а им, как бы, ну, не уменьшался, не ухудшался, блядь. Так это все задрочество. Просто именно задрочка, да, именно жесткая? Да, ну, то есть, например, вот до сих пор карта, ну, ЗТН, да, карта, либо ДМ-13, когда, ну, Эвил уже достиг такого скилла, который турнир, и там он 100 брал, не тренингался, и т.д. и т.п. Если тип заходил на рокет, то Эвил, например, вот возле миги стоит вот этот маленький проходик, и он именно с шафта, и все, ты с ракет уже не идешь, он тебя сжарит шафтом, если ты даже довезешь на 200. Пару пикселей вообще, пиздец, там, ну, лысину даже не видно, там, волосы торчат, да, 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 и на ДМ-13, когда ты на рокет заходишь, все, да, 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 я понял, ага, то же самое, да. То есть, то есть, оттуда надо только там через угол как-то его прыгать, то есть, тебя там так поджигало, там прямо видно пиксель, но настолько это был задрочен, вот эта херня, так никто не делал. А-ка, в чем прикол, я его конфиг, конфиг видел, у него такой крестик черного цвета, и причем не маленький, то есть, как он там в него видел, хуй его знает, ну, то есть, этот крестик, по идее, он должен найти пиксель, или перекрывать. Да, да, да. Вот как он, да, вот, хер пойми, блядь. Ну, видишь, это... Ну, вот, годы, да, годы. Ну, и вообще, как бы, волну поймал, на мой взгляд. Годы, не годы, знаешь, ну, в то время я помню, когда вот он еще был, Quake этот браузерный, много ж прикольных было игроков? Не мировых, но прикольных. По нихуёне, там, вот это все. Когда браузерный Quake был, Эвила не было. То есть, он только раскрасил. А, он потом, да? Да, 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 я же тебе говорю, он до 2012. Он, видимо, да, когда малой был, поиграл в обычный Quake, а потом забил. Я вот до сих пор помню, ну, то есть, Эвил поигрывал, ну, то есть, играл, да, но не таким сильным был. Там, Асусы были, там, 2011, 2010, то есть, там, я же с Эвилом играл. Я же поигрывал и на Асусах. То есть, он не такой был. Это потом, уже после 2012 года, он уже начал забротить. Ну, ты тоже его выигрывал там в финалах. Я вот смотрел, я же тебе говорю, немножко подготовился, смотрел. Ты его тоже там в финалах выигрывал. Может, не знаю, там, не сильно часто или часто, не знаю, но он тоже, да. Эвилу пизды дать приятно по-любому, да? Реально, чувак прям в божеуху сильно стрелял. А вот что с ним случилось? Я всякие слухи разные слышал, но вот он пропал и пиздец, да? Вот Джибас говорил, что месяц назад с ним созванивался в Америке он. А, в Америке, да, все нормально у него? Да, работает. Работает на работе, не может уволиться, типа. Что такое? Контракт, видимо, какой-то потенциал. Хрен его знает, не знаю. А что он, кто по образованию, что он там делает, интересно? Без понятия вообще. Ну, слава богу, работает, жив, нормально. Потому что тоже Америка такое место, блядь. А вон пишет про Эвил, то, что Эвил Асус собрал еще в 2004. Да, прикольно. Ну да, и как-то я общался давно с Фрозеном. Фрозен сказал то, что Эвил чуть ли не самый больший, кто турнир Асусов выиграл. Асусов, да? Да, там типа была такая фигня, то, что Кулер, ну, Эвил никуда не катался по мировым чемпионатам, а Кулер катался. И когда только Асус, там 2004, 2005, что-то такое, ну, проходит турнир, и Эвил выигрывает Асус. Ну, Кулер приезжает с мирового чемпионата, первое место, проходит Асус, и Эвил выигрывает Асус. То есть не чувствует Кулера. Вот так было. Понятно. Ну, Кулер тоже странный игрок. Он, блин, каким-то раком, я вот помню, да, даже, когда браузерный был, он заходит, ну, как, не раком, там у типа, допустим, 2200 Элла, ну, это ж вообще ничего не значит, ну, ты ж понимаешь, да? Ну да. В то время особенно. Там этих 2200, блядь, наверное, тысячи полторы было игроков 2200. Ну, а это не решало тогда вообще. Заходит его, разъебывает Кулера, блядь, а потом Кулер хуяк там едет куда-то на мировой чемп. Может, не первое место, ну, как бы, вот, странно у него, видимо, это. Скилл не всегда был прям, ну, постоянный какой-то. Ну, вот так, видишь. Ну, вот такая, да, вот, загогулина. Так, чей тебе стиль, вот, ну, нравился, а чей не нравился? Вот тут, ну, есть же какие-то игроки прям мировой, но вот ты с ним играешь, и как-то тебе вот не нравился, ну, не комфортно. С кем-то, да, с кем-то. Но с Эвелом вот некомфортно всегда было, потому что... Ну, ну, с ним всегда, видимо, некомфортно. О, мне тут Сайбер пишет, что типа, что ты там? Ну, а с кем комфортно? С тем же Рафой, то есть там... С Рафой, да? Да, там, то есть туда пошел, туда пошел, такие шахматы. Ну, а вот тоже, я вот... Рафа интересно в этом плане. Он же тогда в Америке на то время интернет-то не сильно был прям сильный, ну, хороший. Он на наши, если серваки заходил, ну, там пинг по 120, там по 100. Вот где он скиллуху такую набил? Там же в Америке не так много игроков с кем, ну, с раками-то сильно не набьешь. С Дахангом. Даханг, ну да, но Даханг тоже, что-то я, как понял, его там все, блядь, бедолага так толком ничего и не смог, да, взять? Да не, сильный. Сильный, да? Он же и ник вайкон вроде выигрывал, не знаю. Выигрывал, да, какой-то? Ну, я просто как помню, он то второе, то третье место. Его там постоянно Рафа на один фраг там, блядь, где-то. Ну, видишь, на бежабреет, блядь. Да, второе же место. Не, ну конечно, конечно, сильный, да. Но тоже, вот с одним игроком тренится это, как думаешь, скилл можно набить прям мировой? Или все-таки нужно разные стили? Да, конечно, можно. Я вон, например, по диаботику с дозатором набил скилл, и мы занимали первое и второе место. Да, я, кстати, тоже вот немножко по диаботику посмотрел, ну, я вообще не моя игра, даже ни разу не заходил. У тебя там с Бакскиным, да, постоянно война какая-то была? Ну, это уже потом, да. Да, ну он тоже, да, хорош, диаботикал? Ну, хорош, когда уже такие, уже меньше-меньше денег становилось, конечно, уже не тренился. Как тебе вообще сама игра? Ну, классная. Классная, ну. Модифицированный, короче, квейклайф вот так. Да, да, да. Ну, тебе не кажется, что она немножко бездушная в плане скилл ради скилла и пиздец? То есть, мне вот показалось, в ней нет какой-то харизмы, изюминки, что ли, вот как в третьем квейке. Да не, наоборот, новые изюминки, там, например, Golden Frag. Вот это прикольно. А, вот я, кстати, не понял, это что за схема такая? Это когда, например, ты выигрываешь там 15-0 и появляется Golden Frag. То есть, тебе надо сделать еще один фраг, чтобы выиграть игру. Да срочно, да? А так 10 минут, да? А, нет, нет, то есть, Golden Frag, тебе надо по-любому сделать Golden Frag, чтобы выиграть. То есть, у твоего соперника появляется шанс, как бы, отыграть вот эти 15 фрагов и еще... О, нифига себе. Ага. Круто. Крутая тема, слушай. Да. Крутая тема. Да. Ну, вот жаль, конечно, что Эвилл не стал играть в чемпионов. Ну, то есть, что мы дальше не можем смотреть, как он там валит. Нет, он играл в Клэйч. Сливка, да? Ну, как бы он на каком-то... Ну, сейчас-то не играет. На каком-то турнире, там, третий, ну, в Москве, четвертый. Ну, потом забил. Не, ну, может, тоже фиг его знает. Может, правильно решил жизнью своей заняться. Но он просто... Каждому свое. Он просто не тренировался вообще. То есть, как там было? У него даже бейс спрашивал. Эвилл, ты чего не тренируешься как-то еще давно? Ну, в Quake Champions. Он говорит, что там тренироваться? Тот же самый Quake Life, только с обилками. Эвилл, я с и так разъебу. Касало, добрымдушный типок. Вот такой. Нормально. И потом, короче, Эвилл, ну, естественно, там пытался, что-то месяц пытался, пухтел, а там уже, видишь, всякие там... Не поспел он, короче, не успел. Да, клубочи, всякие буфеты, что-то мы тренировались. А, ноунейм, да? Ну, как бы. Да, и начали, как бы, ебошить его. Еще ему не понравилось то, что там нет стрейфа. То есть... А, именно Quake Life-овского, да? Нет, ну, просто стрейфа. То есть в Quake Champions, по сути, нет стрейфа такого. То есть ты можешь сплэшем, триболтом, там тебя откинет еще куда-то. А Эвилл же вот в эти же пиксели, у него же все задрочено было там. Да-да-да. Возле из узкого прохода. Он этим играл. Да, из узкого прохода там выйти, блядь, получить там 10 дамейджа, блядь, после пяти ракет. Да. А тут уже так не получится, тут тебе по-любому прилетает, да? Да-да-да. Тут флэш хороший. Да уж. Как тебе, кстати, Рейзи? Вот в Quake Life, по-моему, он вроде вообще не играл. Играл он и в Quake Life, и всякие венгры тоже играли в Quake Life. Ну, венгр, да, венгр, да, это я слышал. Сириус тоже, да, я слышал, что... Но опять-таки, они же вообще там звезд с неба не ловили. А это обычные типы, которые просто стрелялись в клонарену, но играли дуэли. А-а, я понял. Ну так... Нет, они очень много играли дуэли, но их сразу там пиздили, потому что у них прямолинейная игра, типа, знаешь... На Айм чисто, да? Ага. А вот в Quake Champions как раз-таки так и надо, да, выходить и хуячит, да? Ну, в основном, да. Так, если ты не будешь, как бы, перестреливаться, тебя просто задушат. А в Quake Life там можно, там банками отмансить, там еще что-то. Как тебе вообще, кстати, Килсон, как, ну, вот в Quake Life? В стиле его чувствовался именно вот, ну, такой необычный. Да я, сколько я с ним в Quake Life турниров играл, я помню, у меня ни разу не выиграл Килсон. Он, кстати, против меня всегда пикал, как карту Хектик. Один раз, наверное, за все чемпионаты у меня Хектик выиграл Килсон. И все время пикал ее, да? Да, да, да. Ну, а не на пару со Спарти, я как понял. Спарти, что же там, блядь, любитель Хектиков, блядь. А, кстати, Хектик пиздатый. Вот сделали бы, да, в чемпионах какой-нибудь Хектик такой, чуть побольше, с каким-то ответвлением, как ДМ6, да, вот, доработали? Было бы интересно. Хектик такая дрянь там, хорошая, блядь. Но меня немного, вот, не знаю, мне чемпионы не нравятся этим своим визуалом. Они какие-то, все карты синие какие-то, хуй пойми. Не знаю, мне что-то не зашло. Вот это вот, ну, оформление синее не зашло. Не знаю, я что-то не стал играть. Ну, дело вкуса. Кстати, для тебя инсайты для новосов Квейк Лаева, кто любит очень Квейк Лаев. Скоро турнир по Квейк Лаеву, так что тренируйтесь. Да, нечего тренироваться, я, видишь, как привычка, понимаешь. Ну, то есть, я после работы захожу. У меня по менталке уже давно прошла именно как любовь играть. У меня любовь к Квейку осталась, а именно любовь вот задротить уже нет. Я там полтора-два часа поиграл, все, у меня глаз дергается, мне уже надо идти дальше. Не, я имею в виду, помнишь, был турнир, то есть, по приглашениям. А сейчас будет, похоже, еще такой же турнир, может, через месяц, через два месяца. Только для нубасиков, да? Нет, для всех. А, вообще для всех. Открытый, да, будет турнир. Ну, вот это тоже, это, как бы, ну, я считаю, не сильно правильно, потому что есть там игрока 4-5, которые, вот, по-любому, они будут в финале, в полуфинале, все. Ну, у тебя, ну, их надо на комментаторов сажать и, пиздец. Чтобы, потому что я знаю, есть, ну, хер его знает. Ну, вот, например, смотри, вот у тебя есть месяц, или сколько, там, два, все, тренируйся, что тебе мешает? Что мне мешает? Блядь, Коля, мне 35 лет, мне, я работаю, блядь, у меня, как бы, ну, детей нету, но у меня семья и так далее. Я понимаю. Я о квейке думаю, когда, вот, я заебаный приехал с работы, думаю, так, вместо того, чтобы бухать, пойду-ка я лучше в квейк. Сыграю, скину стресс, блядь, перед сном. Хороший. Вот, то есть, такая фигня. Но иногда квейк идет нахуй, я иду бухать. Какое дело, тоже иногда надо. Вот, так, 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 что еще, что?